Значит, товарищи, ну у нас сегодня с вами очередное занятие по книге, основной книге Маркса «Капитал». Мы рассматриваем сейчас деньги. На прошлом занятии мы рассмотрели деньги как меру стоимости. Ну и сегодня мы рассмотрим их как средство обращения. Значит, ну единственное, что вот все-таки перед этим я хотел бы зачитать один из комментариев показательных на нашу запись прошлого кружка. Вот, значит, такой комментарий. Грустное зрелище, душераздирающее зрелище. Да не поняли, слышали звон, да не поняли, где он. Смотрю уже не первый ролик, а картина всякий раз одна и та же. Далее товарищ берется учить и учит. Фактическая стоимость, стоимость производства, количество труда, которое вложено в производство и того или иного товара. Вот это у него правильно написано, а дальше, к сожалению, товарищ лезет в дебри и лезет он в них совершенно неправильно. Вот он пишет. Если вы договорились оплачивать труд деньгами, то значит вы можете выразить стоимость через деньги. Причем здесь труд. Но вы сможете по-разному договориться о стоимости труда, поэтому когда у вас стоимость выражается в деньгах, то это становится величина изменяемая. Товарищ явно не читал третьего тома капитала, а возможно и первого. Если бы он прочитал все три тома, он бы знал, что капиталистическое производство в целом рассматривается в третьем томе. И там имеет место уже наемный труд, издержки производства, прибыль и прочие вещи, которых в первом томе нет. И то, что меняется стоимость рабочей сиры, и то, что меняется зарплата, это на стоимости в том виде, как она у нас сейчас. Мы изучаем стоимость на примере простого эквивалентного обмена. Здесь это никакого отношения совершенно не имеет. Далее он пишет. Кстати, повышение производительности труда далеко не всегда означает изменение стоимости товара, в скобках, количество вложенного труда. Можно заставить рабочего работать большее время за ту же зарплату. Но этот товарищ явно не понимает, что такое производительность труда. И если, понятная дело, заставить рабочего больше работать при том же уровне умерости, на том же оборудовании, в большее количество времени, то это никак нельзя сказать, что повысилась производительность труда. Выработка рабочего выросла. Повысилась интенсивность. То есть, то, что товарищ не видит здесь разницы между производительностью труда и его интенсивностью, это говорит вообще о совершенно махровой неграмотности. И эту неграмотность используют работодатели очень часто, когда говорят, что вот хотите больше получать, повышайте свою производительность, работайте больше. Хотя для всякого нормальски грамотного в политэкономии человека понятно, что производительность труда, повышение производительности труда, это функция капиталиста, собственника, а не работника. Далее цена или стоимость продажи – это сумма, за которую вы можете получить товар у продавца. Эта величина исключительно договорная. Ну и дальше он здесь разводит, что это никакой объективной реальности здесь нет, это договорная. Значит, товарищ не понимает главного здесь, что цена – это денежное выражение стоимости, так что на этом зиждется весь закон стоимости, основной регулятор капиталитического производства. В данном конкретном случае цены, да, они пляшут в зависимости от конкретных условий, но они опять же пляшут вокруг вот этой цены, обусловленной стоимостью товара, и стягиваются к ней, тяготеют к ней. В этом и есть спокойное выявление – закон стоимости. Это товарищ упорный, но это здесь вообще просто, он не понимает ни закона стоимости, ничего. Вот, цена может быть любой, никак не связана со стоимостью, то есть это совершенно откровенный бред, он пишет. Вот. Далее. Стоимость – это что угодно, что вы выразили в деньгах. Ну это… Нечего говорить. Деньги из средства учета, права на получение некоторого товарища товаров, то есть такое деньги он не знает. Деньги никогда не были товаром, но это уже эксцесс. Ну, может, тогда и хватит остановиться. Значит, на этом остановимся, да, я прошу прощения, что я столько времени потратил, я просто к чему это говорю, что вот насколько, несмотря на то, что мы достаточно неуклюжей и неровкой здесь движемся, особенно в отсутствии Виктора Ивановича. Но и тем не менее, вот ни одного пока что торгового комментария, который бы нас по существу поправил бы, или чего-то такое сказал бы, чего у нас было умолчено в наших занятиях, пока что я не видел. Так что вот поэтому надо вот, товарищи, ценить то, что мы здесь, спасибо, делаем. Вот так, ну что? Может, давайте подведем итог? А, предыдущая тема, давайте, да, что не так? Нет, нет, все замечательно, все так, просто движение вперед, что предполагает? Возврат назад. Возврат назад, от него оттолкнулся, поэтому небольшой был. Так, значит, мы рассмотрим третью главу, называется «Деньги». Мне три параграфа. Первый – мера стоимости, средства обращения. И третий параграф – деньги. Ну, это мы выясним, почему. Пока вы рассмотрели меру стоимости, ну, или, как называете, самую функцию – меру стоимости. И там выяснили, что цена есть денежное выражение стоимости, да? А деньги – это всеобщий эквивалент, товар. Всеобщий эквивалент или образ стоимости. И поскольку и в комментарии был вопрос, вы правильно сказали, а почему цены не соответствуют стоимости в подавляющей большинстве случаев? Они отклоняются либо выше, либо нижней. Это что, недостаток этой формы цены? Или какая-то беда? Ну, вот Марк дает ответ в самом конце этого части параграфа, что это не недостаток и беда, а это как раз необходимое проявление этого процесса цены. Потому что, как, с одной стороны, мы знаем, что стоимость труд, воплощенный в товаре, измеряется он общественно необходимыми затратами труда. И как это было бы замечательно, мы-то несколькими семинарами назад рассматривали мечты мелкобуржуазных социалистов, которые хотели бы устранить капитал и деньги, да? И оставить вот этот товар с затратами труда, и было бы замечательно. Вот я произвел товар, картошечку вырастил, взял мешок картошки, перевез на рынок бы, прикинул, сколько там заложено, вложено общественно необходимых затрат труда, и написал бы, там, килограмм моей картошки стоит 5 часов 30 минут 15 секунд моего рабочего времени. Все было бы замечательно. Но ни этого не... Силу как раз вот объективных экономических законов, которые вы сказали, этого не может быть. Почему? Потому что сам процесс как происходит? Ведь стоимость товара соизмеряется с чем? Не с общественной, необходимой затратами труда, а с определенным количеством другого товара, а именно денежного товара. Именно в этом, в силу других обстоятельств, об этом тоже, так сказать, говорили, потому что, так сказать, масса обстоятельств, ситуации каких-то на рынке, эти цены могут идти либо вверх, либо вниз, отклоняться от величины стоимости. И как раз вот закон стоимости, он проявляет себя через это хаотичное, на первый взгляд, вот эти отклонения вверх и вниз. Как слепой закон средних чисел. Но они вверх и вниз относительно все-таки... Совершенно верно. ...спокойного объявления. Совершенно верно. Александр, здесь вот можно привести пример, что если, скажем, валик, да, там точат на такарном станке, у него номинарный размер 20 миллиметров. Вот ни одного валика 20 миллиметров ровно не будет. Все размеры, они реально точно так же, в зависимости от обстоятельств, у кого как рука дрогнула, они вот... Ничего одинакового нету. Игорь Анатольевич, это количество несовпадений. Там еще было качественное несовпадение. Ну, качество, вы об этом говорили, замечательно. Что здесь повторить? Ну, человек, судя по комментариям, вот этого вот не понимаем. Качественное несовпадение, что по мере развития товарного производства форму цены приобретает и, скажем так, вещи, которые не являются товарами. Ну, это форма цена, идеализированное представление. И как бы шажок от меры стоимости, к тому, что будем сейчас рассматривать. Опять-таки я всем напоминаю, так сказать, связь между капиталом Марса и наукой логики Гегеля. Ну, вспомним, что такое противоречие. Про Гегель, это единство противоположностей. А противоположность – различие, единство. То есть, с чего мы начинали в первой главе, рассматривая товар? Маркс выявил внутреннюю противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. А уже рассматривая меры стоимости и средства обращения, вот эта внутренняя противоположность, да, и противоречия, извиняюсь, они же не исчезают, не уничтожаются, они разрешаются, находят форму своего движения. Да, какое оно. И вот в деньгах и в отношении с товаром, вот это внутреннее противоречие товара находит свою форму движения во внешней противоположности, когда товар раздувается на товар и деньги. И вот мы будем рассматривать, и каждый из этих полюсов товар сама является противоположностью. То есть, не просто одна противоположность, с одной стороны товар, с другой стороны деньги. А каждый из этих сторон товар, он же остается противоположностью, и в нем внутри сидит противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. А на другом полюсе деньги. Это же тоже товар, там тоже есть противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. Ну вот дальше это все конкретно. Проявляется в своеобразном виде Не знаю, о чем сейчас речь Второй параграф называется Средство обращения И тут три подпункта Первый – это метаморфоз товаров Второй – это обращение денег А третий – это монеты и знаки стоимости Давайте начнем с метаморфоза То, что сейчас Екатер Иванович сказал Что сам процесс обмена заключается Противоречиво Вот эти исключающие друг друга отношения Поэтому мы сейчас Рассмотрим вместе с Марксом Вот этот процесс обмена Обмен он перемещает Товары из рук Где они не являются потребительными Снимостями В руки Тех людей Где они будут ими являться То есть это Общественный обмен веществ В этом заключается В обмене И товар, когда он достигает пункта В котором он служит Этой потребительной стоимостью Он из этого процесса Из сферы обмена выпадает Вопадает в смеру потребления Но нас интересует именно Сама сфера обмена Поэтому будем рассматривать этот процесс Со стороны формы То есть как смена форм товара Смена форм называется Метамархозом В процессе обмена Товар раздваивается На товар непосредственно и деньги Внешняя противоположность Во внешнем вот этих противоположностях Выражается эманентно То есть внутренне присущая Противоречие между потребительной стоимостью И стоимостью То есть товары Как потребительной стоимости Противостоят деньгам Как менам стоимости Вместе с тем Эта сторона В противоположности Есть товар То есть единство Единство Вот этой потребительной стоимости И стоимости Вот В этом единстве Из двух плюсов Противоположных Значит товар Реально Есть потребительная стоимость А его стоимостное бытие Идеально выражается в цене То есть цена Это идеальное Выражение стоимости А реально Товар Это потребительная стоимость Цена выражает Это отношение к золоту Товара Который противостоит ему Как реальный образ стоимости И наоборот Вещество золота Играет роль Лишь Материализации стоимости Как денег Поэтому золото Реально Есть сменовая стоимость Его потребительная стоимость Лишь идеально выражается В ряде Противоречий В ряде Относительных выражений стоимости Процесс Обмена товара Совершается В виде смены форм Товар Деньги Товар Со стороны Вещественного Содержания Это Есть Смена Это есть товар Товар Форма То есть один товар Обменивается на другой То есть общественный обмен В котором угасает Процесс Сам процесс То есть обмен совершен И все Значит Товар Деньги Это продажа То есть переселение Товарной стоимости Из Товара Из плоти товара В плоти денег И разделение труда Делает процесс труда Продукт труда Делает товаром И делает необходимым Его превращение в деньги Ну мы тут можем сказать что Никто не может Ничего купить Предварительно Ничего не продав Как в известном Мультфильме Трое из простоквашин Когда они корову Собрались покупать Они денег Ему Там Продолжается Что продать Что-нибудь не нужно Надо купить Что-нибудь не нужно Но первый процесс Для того чтобы Что-то купить Что-то Нужное себе Нужно продать То что тебе Не нужно То есть нужно Быть товаровладельцем Без этого Никакого В товарном Видно Подчеркиваю Общество Конечно Общество Товаровладельцев Другое отношение Между людьми Оно не существует В том смысле Что Каждый из нас Что-либо Должен продать Для того Чтобы Или отнять Как вариант Ну мы рассматриваем Этот вариант Не отъем А именно Экономически Поэтому нужно Сначала Что-то продать Перед тем Как что-то купить Вот Ну и Кстати Вот в этом мультфильме Они что сделали Чтоб что-то купить Они пошли Клад искать То есть Выступили Как Производители золота Добытчики Это единственный вариант В котором Владелец денег Предварительно Не Является Продавцом А сразу Уже Вещество золота Является В пунктах приема Золото У него появляется Значит Для одного товара Владельца Золото Замещает его товар Для другого Товар Замещает его золото То есть Вот эта Первоначальная форма Сбрасывается Путем отчуждения От товара В тот момент Потребительная Стоимость товара Притягивает К себе золото Лишь мысленно Представляем В цене товара Но Товар Обменивается На всеобщую Форму Своей стоимости А золото На особую форму Своей потребительной Стоимости Вот Этому Разница Ну и Чтобы Функционировать В качестве Стоимости Деньги Должны Вступить В процесс Обмена В каком-то Пункте Где они Добывают Ну Производятся Скажем так Ну Что там еще В деньгах Нельзя Разглядеть Какого сорта Товар У них Превратился То есть Как только Стоимость Этого товара Приняла Денежную Форму То уже Совсем Неизвестно Что Из него Что Именно Стало Деньгами Какой Именно Товар Ну Как пишет Маркс Деньги Не пахнут С другой Стороны Товар Деньги Он Необходимо Является Метаморфоз Первый В то же время Является Метаморфозом Вторым То есть Метаморфозом Деньги Товар Если мы Вот сейчас Смотрим Товар Деньги Товар Вот он Метаморфоз То есть Метаморфоз Товаровладелец 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 Да А и Б А На стороне Лучше Давайте лучше Делаем По-другому Товаровладелец Один Товаровладелец Мы видим Что Во-первых Это В данном Случае Так Работать Не будет Чтобы Произошел Обмен Нужен У нас Какой-то Третий Товарфоз Товаровладелец Процесс Будет Представлять Вот Такой Вид Товар Деньги Товар Деньги Это Продаж Деньги Товар Это Пол Ну Не важно Как Смотреть В данном Случе Что Нужно Как Минимум Три Не Как Минимум Три Три Лица Мы Скажем У нас Один Владелец Золотого Другой Владелец Товара Какого-то Б Золото За Деньги Золото Деньги Золото Не важно Как Буквы У нас Б Ну То есть Цифры Это Сами Товар Владельца А Буквы Это Товар Так что Мы Видим Что У нас Происходит Б Это Золото Что Б Что Так Купить У То Третьим Производительству Тройки Купить У Пятерки Ему Нужно Продать Свой Товар Б Для Того Чтобы Купить Свой Товар Вы Не Поменяли Места Б И А Не Надо Переставить Местами Не Важно Как У вас Товар Владелец У Дальше Дальше Вот У Товар Б Ш Товар У Нужно Товар Б Банан Груши Если бы они просто обменивались, они просто взяли и обменялись в определенные пропорции. У нас обмен опосредствуется деньгами, поэтому товару владельцу Б можно получить деньги. Он это может сделать только продав свой товар Б, владельцу денег А. Мы владельцу денег, который номер один, значит, происходит вот этот первый один раз, товар денег, стоимость, значит, у нас переселилась из этого самого, стоимость товара Б приняла у нас форму денег, да, переселилась в денежную форму, а товар Б, соответственно, употребился и он нам уже не нужен, да, но это только одна часть. Вторая часть – это деньги, товар, то есть, номер три товара владелец, теперь, тут он в первом случае был продавцом, да, по отношению с единицей, по отношению с пятеркой он будет покупателем. И свои деньги, значит, перенесет в процессе купли уже. Значит, мы видим, что у нас деньги, процесс вот этого метаморфоза совершил, и деньги были перенесены, значит, посредственно из рук, единицей в группе Питер. Соответственно, любой, значит, вот этот процесс метаморфоз, ну, мало того, что он умеет, значит, представлять собой куплю и продажу, и каждый, значит, каждый член товарного общества, да, каждый товар владелец, он попеременно то покупатель, то продавец. Сначала он продавец, потому что, чтобы что-то купить, надо что-то продать, а потом он покупатель. Вот, и деньги у нас, соответственно, остаются в сфере обращения. Допустим, этот единица, он, там, добывает золото. Третий, пятый и так далее, там, десятый, двадцать пятый. Они ничего не добывают, им нужно только все время продавать свой товар. Чтобы второй раз совершить этот тот же самый угоборот, нужен нам уже новый товар, да? Сам процесс уже угас, то есть, не произведя никакого нового товара, они уже, вот этот номер три, уже ничего купить не сможет, денег у него уже нет. Это, значит, первое. Второе, вот этот самый процесс купли и продажи, сам метаморфоз, он является частью такой же вот цепочки метаморфозов. И не цепочки, потому что это у нас просто линейное, оно может как-то хаотично обмениваться. То есть, допустим, вот этот производитель наших бананов может произвести их там 20 тонн, продать их сразу, получить большое количество денег и потом покупать что-то себе необходимое. То есть, создается большая разветвленная сеть товарных оборотов, которая связывает вот эти все процессоры. Ну, еще что тут можно сказать, что у нас... мы видим, что у нас в кругообороте на морфозе товар-деньги-товар, вообще-то кругобороты завершаются на этом. И деньги, деньги, они в этом круговороте все время удаляются из начального клубка, остаются в сфере обращения денег, раз они туда сбрасываются. И тут возникает такой вопрос, сколько денег вообще нужно экономить для того, чтобы этот процесс совершался. нам вот часто вот по телевизору рассказывают, что мы вообще зарплату тут поднимем и оценим и далее. Но мы видим, что стоимость, стоимость, она уже существует. То есть, процесс обмена никак на стоимость не влияет. И количество денег не этим определяется. Количество денег определяется количеством товаров. То есть, если у нас есть какое-то количество товаров, которое необходимо обменять. То количество денег, которое будет нам нужно, определяется у Маркса по формуле, которая выражается... Ну, во-первых, количество денег определяется стоимостью самих товаров, деленное на количество оборотов за время, ну, какой-то промежуток времени. То есть, за день, за минуту, за год. Не суть важна. То есть, в данном случае, вот если мы сейчас посчитаем, у нас осталось 100 рублей, скажем. И стоимость всех вот этих вот товаров, которые у нас будут обменять, тоже все по 100 рублей. Если вот это вот просто вот так посчитаем, да, получится, что... Совершено у нас три, да. Три. Три оборота. Три металлорфоза. Три оборота. Три. 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 ситуация что-то добавить вот полный миндоварфорс товар это значит 4 крайние точки и 3 действующих лица вот воспользовавшись пазой прошу прощения, Александр Владимирович значит масса денег она равняется необходимых для обращения товаров она равняется сумме цен этих товаров совокупных делить на скорость обращения денег то есть чем выше скорость обращения денег тем меньше масса денег требуется это здесь аналогии можно привести с гидравликой чем выше скорость движения жидкости в трубопроводе тем ниже давление ну это такой пример так ну вот и значит заканчивая вот этот вот у нас второй точнее заканчивая перед тем как перейти к монете и знаку стоимости хочу зачитать прямо непосредственно из капитала от Маркса очень важный вот закон который так сказать развенчивает вот эту нелепую гипотезу вот товары вступают в процесс обращения без цены а деньги без стоимости значит звучит он так закон согласно которому количество средств обращения определяется суммой цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения денег может быть выражен еще следующим образом при данной сумме стоимостей товаров и данной средней скорости их метаморфозов количество обращающих денег или денежного материала зависит от собственной стоимости последнего то есть денег или денежного материала иллюзия чтобы дело что дело происходит как раз наоборот будто товарные цены определяются массой средств обращения а это последнее определяется в свою очередь массой находящихся в данной стране денежного материала коренится у ее первых представителей что нелепая гипотеза что товары вступают в процесс обращения без цены а деньги без стоимости а затем в этом процессе известная часть товарной мешанины обменивается на соответственную часть металлической грубы конец цитаты товарищи кто-нибудь что-нибудь хочет добавить обсудить пока к монете не перешли вот знаете вот я вот правильно понял что вот у нас были когда мы рассматривали простое единичное товарообмен простую единичную форму стоимости у нас там были ткач которого есть на тках хорста и которому холодно ходить без сюртука и был портной шивший сюртук и непосредственно ткач свои 20 аршин хорста обменивал этого портного на сюртук а сейчас что мы видим сейчас ткач идет на рынок и продает за деньги свои 20 аршин хорста и вот этот хорст произвел метаморфоз то есть то что на руках у ткача деньги это как называет Марс образ хорста стоимостной образ хорста вот этот вот и он его поручил на руки а уже потом он идет к товарищу сначала Иван Михайлович не так сначала он перед тем как продать свой хорст он должен выразить его в цене то есть должен ну это тривиальная процедура и как правило она ну а так что сына хорста мы же берем не двух там персонажей во вселенной естественно поэтому цена хорста уже в общем-то известна конечно он должен его продать это не факт что он ему продаст это само собой это отдельно надо сказать ну ему надо продать чтобы купить сюртуку иначе-то так сказать да надо продать причем что интересно что процесс вот этот метаморфоз он разрывается во времени в пространстве что очень важно в один магазин зашел в этом уже коренится природа так сказать противоречия природы кризисов вообще вот и он покупает на эти деньги вырученные у портного сюртук то есть произошел тот же самый товарообмен что и раньше но тут появились деньги и появилось еще и появились еще лицо или лица которые участвуют в этом товарообмене которым надо продать и соответственно то надо купить это раз потом что дальше мы тут видим что товары они выходят все время из сферы товарооборота то есть как вы купили когда они там выпадают как вы что-то купили а он став потребительной стоимостью и вы его потребляете это уже не товар это предмет вашего потребления а вот деньги они все время там гуляют и вот у Маркса здесь есть такое вот высказывание прошу прощения благодаря замещению одного товара другим к рукам третьего лица прилипает денежный товар обращение непрерывно источает себе денежный пот как выразился Маркс ну вот это моногатские виды да то есть вот так сказать сейчас там уже ничего не видим ну сейчас ну там несколько это самое да вот и нужно для функционирования вот этого товарообращения обмена веществ в товарной экономике нужно какое-то количество денег и вот мы тут увидели что от чего зависит эта масса денег от суммы цен на товар здесь какие у нас факторы могут влиять ну да здесь у нас такие факторы могут влиять во-первых изменение стоимостей товаров стоимости товаров могут понижаться повышаться соответственно изменяться их цены но точно так же может меняться относительно стоимости денег да относительно стоимости денег но точно так же может меняться и стоимость денег и вот если стоимость денег падает как тут наглядно видно из этой формулы то у нас масса денег необходимая для товарного обращения должна возрастать. Марк здесь привел аналогию, что вот будет, если золото заменить серебром. Понятно всем, что серебра для обращения нужно больше, чем золото. Это вот наглядно видно. Ну и скорость обращения тоже. Если люди подолгу держат свои деньги в чухках, для того, чтобы это между покупками, то понятное дело. Опять же, товарная масса возрастает. А вот такой вопрос очень интересный. А вот откуда берется эта масса денег? Кто это регулирует? Она стихийно берется откуда-то? Вот когда становится больше товаров, откуда возникает для их покрытия больше золота? Или это государство искусственно вбрасывает какие-то деньги? Но это просьба не путать с денежными знаками, с представителями денег, которые рубли сейчас напечатали и выбросили. Мы здесь не говорим о напечатанных рублях, которых можно печатать до бесконечности. Мы здесь говорим все-таки о слитках. Мы тут говорим о слитках. О слитках, да. Не выражать точнее. Я думаю, государства здесь еще нет. На данном этапе рассмотрение. Пока без государства. А откуда берется вот эта масса денег? Стихийно на рынке. Стихийно на рынке. Производители золота наряду с производителем других товаров. Производители золота. А что произойдет, если золота будет не хватать? Вот будет масса денег меньше, чем масса товаров и с учетом скорости обращения необходимая. Бартер. Кризис будет. Бартер. То есть, перейдут на бартер, да? Как у нас и было. А у нас корректно вот это сравнение. У нас все-таки там были денежные средства и роль государства. Возможно, что этот город представителей денег, так сказать, денежные средства, он был вызван искусственно. А здесь мы берем все-таки такую естественную ситуацию несколько. Вот как раз вот эта ситуация. Если бы естественно, Иван Николаевич, то такого не должно произойти. То есть, начнется бартер, да? Если мара золота. Что такое бартер? Непосредственный обмен. Ну, это простая форма стоимости. Простая форма стоимости. Какое-то количество товара обменивается на какое-то количество товара. Ну, может быть, и более развернутая. Денежная стоимость здесь нет. Развернутая форма стоимость. Ну, как бы идеальным мы его представляем. Мы можем в нем посчитать. Да, как раз в нем считать будем. Считать будем, а на отличие его нет и будет просто обмен. В кредит можно, но мы до кредита еще не добрались. А если слишком много золота? Она начнет дешеветь как-то. Нет, она дешеветь, но не дешеветь. Стоимость его не меняется. Но просто будет накапливаться вне сферы обращения. Слишком много золота. Вот у нас там дальше. Вы все время берите вперед. Да? Иногда вы на несколько десятилетий издали. Иногда на несколько тысячелетий. Но там у нас средства образования сокровищ. Оно вообще уходит. Ильичный золот. То есть, люди начнут его в чурок складывать, этот избыток золота. Они и так его складывают. То есть, в обращении все золото не находится. Ну, это само собой. Но как бы эта формула, она, так сказать, пока такого не предусматривает. Почему? Вот этот производитель у нас золота, допустим, он может вот там 100-100 килограмм выкинуть в обращении. А остальное себе перепадет. То есть, избиток золота оседает без средства платежа, когда товар продан. Но это мы не дошли. Мы не дошли. А оплаты реально? Значит, это регулируется стихийно на рынке. Что значит, это регулируется, но всякое регулирование оно подразумевает какие-то моменты негугулированности. Поэтому, значит, мы здесь по этой формуле можно сказать так, что недостаток золота, он ведет к бартеру, к простой товарной форме обмена. А избыток золота ведет к выпадению золота из сферы обращения, я сказал бы так, да? Может быть. А может быть. А что еще может быть? Да нет, все правильно. Просто исторически у нас бартер, как вы говорите, переходит к денежному обращению и наоборот. Золота достаточно уже. Золото становится дешевле чуть-чуть. Не становится дешевле. Мне кажется, что это... Стоимость золота определяется его затратами на его привод. Если ты сказал, что его больше, за счет чего стало больше? Вот, еще раз, смотрите. Производитель золота произвел какое-то количество золота. И пошел, значит, от этого количества золота, там, десятую часть, ну, все производители, вынесен в сферу обращения. Потом, если у нас меньше производится товаров, там, или больше времени затрачивается, значит, ну, каким-то причинам объективным, значит, меньше нужно золота. Золото, которое в средства обращения, а сядет в чьих-то карманах. И не будет средств обращения. То есть, это будет все равно деньги, они просто не будут выполнять роль средства обращения. Мы рассматриваем только одну функцию ее. Средство обращения. Значит, товарищи, ну, тут еще есть такой момент, который отмечал Маркс. Что, когда какого-то товара, скажем, того же Харста наткана больше, нежели общественная потребность в этом товаре, то тогда мы что видим, что, скажем, вот совокупно Харста наткана на 20% больше, чем нужно это для удовлетворения потребностей. И получается, что совокупный труд всех ткачей, он как бы на 20% этого труда совокупного, это не труд, потому что он не создает полезную вещь. И тогда получается, что стоимость Харста при этом падает, как бы, и, соответственно, падает цена. Не может ли такого быть и с золотом? Подождите, цена падает или стоимость падает? То есть, вы имеете в виду, что часть Харста невозможно реализовать, да? Допустим, допустим, общая сумма этих кусков Харста может заключать в себе избыточно затраченное рабочее время. Если чрево рынка не в состоянии погротить всего количество Харста по нормальной, тут все-таки о цене идет речь, в цене 2 шиллинга за Оршин, то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего времени, совокупного всех ткачей, затрачена в форме ткани Харста в пустую. Результат получается тот же, как если бы каждый отдельный ткач затратил на свой индивидуальный продукт более, чем общественно необходимое рабочее время. Здесь имеет в виду, здесь имеет силу поговорка «вместе пойман, вместе и повешен». Весь хорст на рынке функционирует как один товар, каждый кусок его только как соответствующая часть этого одного товара. А стоимость каждого индивидуального Оршина есть лишь в материализации одного и того же общественно определенного количества однородного человеческого труда. То есть, получается, что вот и труд здесь падает? Да ничего не падает. То есть, это мы уже рассматривали раньше, то, что вы сейчас прочитали, общественно необходимый труд. Раньше мы это не могли рассматривать. Цены падают, и часть произведенного хорста становится лишней, бесполезной. Так, а говорите это о том, что труд, который затрачен на качество этого хорста, это и не труд? Ведь труд – это только то, что создано на создание полезных вещей. Ну, на рынке это принесло. Уже нет потребительного стоимости у нее, у лишнего этого хорста. А значит, это нет стоимости. И труд потратить. То есть, получается, вот к чему я говорю, что совокупная эта стоимость, получается, всего хорста, она от этого упала, всего натканного хорста, раз 20% этого хорста никому не нужны. Нет, давайте раздеваем. Есть два вида труда. Есть конкретный труд. Да. А что, абстрактный труд от этого не пострадал? Нет. Человек и часы не пострадали? Нет, вот там же Марс написал, что цена уменьшается. А вроде до этого он говорит о том, что… Ну, ладно, не могу тогда. То есть, цена. Пока то, что цена уменьшается, это мусорная. Стоимость должна понизиться. Стоимость поэтому остается неизменной. Если общественные необходимые затраты труда не изменились. А вот опять же, ткачество вот этих лишних 20%, которые никому не нужны, которые будут там выкинуты и так далее, это общественно необходимые затраты труда? Если не нужно, то нет. Вот потратили на ткачество хорста там 100 человеко-часов общественно полезного труда, разные ткачи там. А выяснилось, что 20% этого хорста не нужно. Не значит ли это, что только 80 человеко-часов стоимость получается хорста, а то вот оно куда-то ушло, оно не нужно, осталось выброшенным, забытым и так далее? Нет, не получится. Не получится, да? Ну, может, и не получится. Я не настаиваю, я просто так сказать здесь… А может, ты правильно сказал про конкретный труда, да? Надо это отдельно еще посмотреть. То есть, ну, надо еще… Ну, это вот непростой вопрос. Ну, ладно, что, пойдем мы это. Ну, как каток все это… Лучше разогревать, а вы все закатываете, закатываете. Нет, а надо раскатывать, чтобы ровненько было, чтобы ровненько было, не надо нам. Всех закатаем. Это я понял. Так. Я должен сказать, что то, что Александр Владимирович объяснял на примерах, это понятно только тем, кто читал. Читал. Ну, это понятно. А тем, кто не читал, вообще ничего нет. Это, да, если не читать «Капитары», тут нас слушать, от с ума сойдешь. Надо там выводы сделать определенные. И вот важный момент, на котором вкратце остановился Александр Владимирович, а он очень существенный. Значит, еще раз, нет на доске. Ну, давайте озвучим. Круговорот. Общая формула товарного обращения – это товар, деньги, товар. Правильно? Ну, это уже настолько общий. Он распадается на два метаморфоза. Да. Товар, деньги, товар, деньги. И когда он дальше пишет «Макс», там, четыре действия и три субъекта, как бы сказали. Один дважды. Один дважды, так. То есть, вот у нас вот эта внутренняя противоположность товара, она раздвается, Англия, тут четыре получается. Значит, какой важный момент. Вот когда, вроде, читаешь первый раз или там рассматриваешь, кажется, что все это идет одно за другим. Товар, деньги, да? Первая часть метаморфоза товара, продажа товара, и затем покупка на эти деньги. «Макс» обращает внимание, что это же не факт, это не обязательно, что за актом продажи товара обязательно последует акт купли товара. Да. И вот именно происходит, что разрыв вот этого единого процесса вращения. То есть, товар продан, а новый не куплен. И именно в этом разрыве появляется, и Маркс назвал это таким образом, абстрактная возможность кризисов. Вообще, кризисы, как они называются? Кризисы перепроизводства товаров, первоначально. И это постоянно, периодически повторяющаяся, вообще это такая вещь, которая свойственна капиталистическому производству. Что они не делали в самых своих примитивных формах, да? Даже, я бы сказал, наоборот, в самых развитых формах. Даже когда государственно-монополистическое регулирование производства, кризисы все равно наступают. Только единственное, что в эпоху империализма, при активном мешать регулирование экономики государственным монополиями, эти кризисы смягчаются. Может, пики будут поменьше, глубина падения кризисов не такая, но они постоянные. И вот абстрактная возможность кризиса, почему абстрактная? Потому что до понимания, так сказать, происхождения кризисов в капиталистическом производстве еще много ступеней. А сейчас мы говорим о простом товарном обращении. Здесь нет кризиса, есть абстрактная возможность этого кризиса. То есть, она уже заложена в том, что, повторяю, происходит, возможно, разрыв между вот этим происходением процесса товарного обращения. Тут важный момент, просто иметь в виду, и потом к нему мы, так сказать, обязательно вернемся, когда будем рассматривать кризисы. И второе, значит, что получается? Ну, вы правильно сказали, значит, сначала Марс рассматривает эту единую метаморфоз со стороны обращения товаров, а затем обращения денег. И получается, что товары, ну, правда, на все время выталкиваются, и как бы исчезают, потребляются. Но сфера потребления уже не входит в анализ, рассматривает все как экономические формы. А деньги постоянно, как бы, все время, опять они не циркулируют, они снова появляются, вталкиваются в этот процесс товарного обращения. Вот их, как говорится, разная здесь роль. Ну, что и не значит, что добавить можно. Ну, вот, этот, помножить левое право на скорость обращения, да, вот, ну, например, когда европейцы захватили Латинскую Америку, и, там, путем грабежа и сверхэксплуатации местного населения, потом привозных негров, там, миллионов, увеличили, ну, прежде всего, Испания, Португалия. Количество золота, ввозимого в Европу, то сумма цен, значит, возросла. То есть, не могла возрасти так быстро, потому что у них, ну, производство-то, вот, на Пиренейском полуострове, ну, слабо росло. Рассло, начало расти там в Голландии, в Англии, вот, и в итоге цена золота, серебра резко упала. Нет, цена-то может падать, вы имеете в виду стоимость или цена. Да, то стоимость, на благородном металле, все-таки это совпало, открытие Америки совпало с началом капиталистического... Да, ну, это и способствовало, в итоге. Нет, товарищи, там и стоимость упала. Еще очень было сильно развито феодальное, ничего. Товарищи, стоимость упала золото и серебра, потому что эти дешевые негры, и то, что в рабство там взяли индейцев, вот этих, и отняли у них, у них фактически же отняли это золото, у инков там, там же его не добывали, его там отняли. Такая пара и стоимость, стоимость был пара, поэтому пара цена его, соответственно. Там это... Ну, опять же, вы сейчас привели пример не развитого еще товарного производства, да? Много было совершенно... Ну, рабы, это что такое? Это же не товарный, значит, продавать-то их можно, а труд рабский, он совершенно к товарному... Нет, труд-то бесплатный, но раба надо покупать, надо его кормить, затраты на него есть, Поэтому для рабовладельца затраты на добычу золота есть. Нет, затраты на добычу золота у рабовладельца, у вас рабы работают, затраты на добычу золота у вас же есть, потому что надо рабов кормить, надо их покупать, надо там что-то такое. Ну, они же не только золото, там работа добылась. Ну, там всякое дело, то есть, поэтому это здесь оно действует, товарные законы-то их более радио общества. чем еще и капиталистические действия, конечно. Нет, но потом, когда начали более массовый арабский труд применять в Штатах, в Вест-Индии, в Бразилии, для производства товарной масс, в Европу, и для получения прибыли. Прежде всего, там, ну, всякие те металлы, которые более дешево было добывать в Америке, и, прежде всего, хлопок. То есть, выросла производительность труда, вы хотите сказать так? За счет применения арабского труда. Это уже, вот, арабский труд применялся для производства капиталистического продукта. Капиталистическое производство возникло в Европе. То есть, вот, рабовладельцы в Штатах, они были одновременно и капиталистами, потому что они... Не могли они быть одновременно. Ну, мы вперед опять уходим, потому что мы еще не знаем, что такие капиталисты. Под конец новый знак стоимости закончили. Да, давайте закончим, быстро, если возможно. Они превратили. Давайте, это, монеты, что ли? Монеты, да. Давайте на следующий раз. Еще пять минут. Еще вот такой момент. Для собственного потребления, да? Значит, Маркс пишет, что согласно обыденному воспринению, тот факт, что с замедлением денежного обращения деньги начинают все реже появляться и исчезать во всех пунктах периферии обращения, объясняется недостаточным количеством средств обращения. Это согласно обыденному воззрению. И дальше он здесь приводит некоего товарища, сэра Дудли Норта. Так как деньги служат всеобщей мерой для купли и продажи, то всякий, кто имеет что-либо для продажи, но не находит покупателя, склонен думать, что недостаток денег в стране есть причина, вследствие которой он не может сбыть своих товаров. И вот повсюду раздаются жаробы на недостаток денег. Но это большая ошибка. Что нужно тем людям, которые жаруются недостаток денег? Фермер жаруется, он думает, что если у него в стране было больше денег, он мог бы продать свои продукты по хорошим ценам. Следовательно, не деньги нужны ему, а хорошая цена за его хлеб и скот, которые ему хотелось бы, но не удается продать. А почему ему не удается получить за них хорошую цену? Первое. Либо потому, что в стране имеется слишком много хлеба и скота, и большинство из тех людей, которые приходят на рынок, нуждаются ему подобно ему самому в том, чтобы продать эти продукты. И только немногие нуждаются в том, чтобы купить их. Второе. Либо потому, что сократился обычный вывоз этих продуктов за границу. Третье. Либо потому, что сокращается потребление, как это бывает, когда люди из-за бедности тратят на жизнь меньше прежнего. Следовательно, не увеличение количества звонка и монеты способно помочь фермеру сбыть его товары, а устранение этих трех причин, которые в действительности вызывают спад на рынке. В таком же точно смысле нуждаются в деньгах купец и равочник. А именно, они нуждаются в том, чтобы продать те товары, которыми они торгуют. И это в результате падения спроса на рынке. Вот, как я понял, Маркс эту точку зрения разделяет. Да, Виктор Иванович? Раз приводит, значит, разделяет. Он приводит разное. Он приводит в том числе и... Нет, тут в данном случае правильно приводит. И очень правильно привели. Вот третий особенный пункт. То есть, это бедность, она население. Ну, перепроизводство, да? То есть, впрыскиванием денег ситуацию в экономике не урушить. Только подъемом производительности труда. Нет, почему? Не впрыскиванием не улучшить, а если повысить заработную плату, то повысится и потребление. Ну, повысится потребление, вырастет производство. Значит, производство вырастет. Платежспособность спросит основные двигатели. То есть, значит, можно все-таки закрутить экономику, если просто дать больше денег людям, чтобы они могли покупать. Больше денег, а плачевать выше их рабочую силу. Но это мы пока до рабочей силы, мы пока еще не дошли. Мы вот это тут, мы телепаемся, вот это внизу. Если это, так сказать, зарплата... Без этого как? То есть, если скакать вперед, как говорится, на тысячелетие, то это самое. Если напечатать денег и повысить зарплаты, то получается это может послужить разгоном для экономики. Вот опять мы до монеты не дошли, а вы уже деньги... Вот, 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 вот я перескочил, перескочил, да. Там уже всегда противодействующие факторы. Понимаете? То есть, если мы увеличим количество денег в обращении, оно не будет подкреплено необходимой массой товаров, соответственно, что произойдет? Весценивание. Весценивание денег. Но здесь же произойдет стимулирование спроса. То есть, он будет стимулировать производство, а в ходе производства... И всегда есть противоположная тенденция. Какая перевесит? А, слушай, мало будет. Если в десятки раз... Деньги, это понятно. Росцены, так сказать, обесценивание. Ну, да. Ну, и деньги можно напечатать и куда-нибудь в банк сложить. Это уже не... А можно в виде зарплаты... И деньги можно напечатать. Это пока мы здесь... Так, это да, несколько забеганий. Вперед, нужно будет в виде зарплаты. Где взять это золото? Мы сейчас рассматриваем ту ситуацию, когда в качестве денег у нас только золото. Только золотые монеты. Ну, вот... Просто так не напечатать. Они должны быть. А вот когда мы к монетам и знак стоимости перейдем, тогда да. Ну, реальные это ситуации, которые здесь описаны, они были в мире, где уже были монеты, конечно. Вообще этого золота, я не знаю, был ли какой-то период, когда он действительно вот в мешочках там носили этот золотой песок, его там отсыпали на очень точных весах. По-моему, эти всякие драхмы, они из грубины тысячелетия откуда-то идут всякие драхмы и так далее. Золотые деньги, уже монеты. Золотые, да. Золотых денег были серебряные, у них нет. Нет, но монета все-таки это уже не совсем деньги. Не совсем то, что золото. Ну, туда правитель серебра понапихает, это уже черти что, на ней написано… По определению монеты – это кусок золота определенной весовой пропорции. Ну, на ней написана… Это фальсификация. …её стоимость написана на ней. Ну, и стоимость… Ну, и стоимость, её содержание золотого. Какой-то вес. Да, государство берёт на себя эту функцию. Это уже последующий шаг, что, во-первых, они могут стираться и без… не шаги государства, терять весовое содержание. Да, и государство может махинировать. Ну, это уже следующие шаги, а так изначально, по ходу исторического, так сказать, и даже логического развития монеты – это что? Кусок металла драгоценного, серебра, золота. Вы известны, так сказать, весовой там… Ну, какой-то очень короткий период они, по-моему, были вот, полноценными кусками золота. А может и нет, может и нет. Ну, короткий по сравнению с историей человечества, да. Ну, это логический. Вот не логический, так у соль золота. Угу. Есть кусок. На нём выбит его номинах. Да. Его весовой. Весовой. Ну, рубль этот отрубленный. Рубль этот отрубленный. Рубль этот отрубленный. Ну, рубить можно от такого, можно от такого. Ну, это номинах. Государство устанавливает… Не весовая, не весовая же это? Нет. Весовая пропорция. Первоначально рубили грибну, а грибна – это именно мировеса. Определённого диаметра. Мировеса. И рубили… А, грибну рубили. А фунт стерлинга – это что такое? Фунт. Ну, фунт – это фунт. Нет, это понятно. Это там Маркс про это написал. Но вот тут в комментариях, кстати, написали, что… Либо мы сейчас так начинаем, либо… Да, нет, давайте тогда это дело так мы затравили. Начнём тогда. Так, кто по деньгам у нас докладывать будет по монетам? Знак стоимости очень интересный. Ну, я докладывал. Ну, если кто-то ещё хочет, может, доложить. Ребята возьмут интересный, коротенький. У меня не будет, следующее, займите. Так, вроде, Иван Михайлович или… Нет, я думаю, следующее, это самое, третий параграф – деньги. В здраве деньги есть параграф в начале. Нет, это знак стоимости, очень коротенький, популярный. Коротенький, да. Ну что? Покрут на себя. Сергей Викторович. Коротенький? Да. Коротенький, да. Видите, монеты, Иван Михайлович правильные средства протяжа, правильно, Боря? Нет, это значит… Деньги. 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 Деньги, да. Деньги. Мировые деньги, да, я понял. Монеты, да, я знаю, монеты, которые распадаются на пункты, я забыл просто, да, да, да. Вот берите, пожалуйста. Вот это сцена, хорошо. Да. Вы очень попорядка, сцена параграфа второго, а Иван Михайлович третий параграф. А вот третий сцена. Ну ладно. Замечательно. Все тогда, Станич. А последнее что? Деньги. Деньги, Иван Михайлович. Да, да, спасибо, товарищи, за внимание. Все тогда. Хорошо. Продолжение следует.